На светофоре поверните направо. Двигайтесь прямо. 18 километров. Здравствуйте, дорогие зрители. Поедем сегодня у нас в планах сходить в интересное место заночевать. Ну и, собственно, желаю всем приятного просмотра. Заваривайте побольше чайку, кофейку, побольше печенек. Если нет, ставьте на паузу, бегите в магазин. Видос будет что надо. Заваривайте побольше чайку. Субтитры создавал DimaTorzok едем все давайте давай едем все давай чтоб был готов какие красивые леса то тут у нас аромат летний этот после дождя вот он наконец-то константин старичок появился в кадре еще раз поздравляю по зимнему выздоровел очень рада тебя видеть в нашей компании тебя не очень рада видеть конечно ну куда день так вот уходим и подождем вот собственное изготовление коврик сегодня беру первый раз ночевать я его испытывал получается на промерзшем бетоне на льду классно было сейчас одну ночевку беру коврики складные продаю изготавливаю в телеграме в группе у меня ну почти с завидной регулярностью публикую в общем это эмблема пока не на всех чехлах ковриках пока работа над поиском краски там и нанесение поэтому все с этими в комплект идет это максимально комплектации так это косяк вот идут стропы с фастексами полукольцо карабинчик и 2 можно зацепить уже куда угодно сейчас этим будем заниматься так ну чё за любое место можно карабинчиком прицепить весит он 900 грамм в полной комплектации это со стропами с чехлом получается вот сейчас попробую куда-нибудь сюда закрепить второй карабинчик например куда-нибудь за эту же да вот раз все вот он будет вот так вот таким манером у меня и держаться практически ничего не весит на рюкзаке он не ощутим только объем все ну зато при ночевке будет максимальный комфорт ну не максимальный конечно комфортнее чем чем на этом чудесе что выдвинулись выдвинулись шура вперед пошел сколько купальницы растет цветки купальница азиатская европейская красной книге между прочим вот поэтому некоторые рвут приносят они уже через несколько часов уже завятые некрасивые и вы своим женщинам приносят они своим женщинам такие некрасивые цветы хотя на самом деле могли бы их сюда привести и показать как они растут рассказать что не в красной книге рвать их нельзя так красивее и романтичнее я не прав вот никого не принуждаю но как минимум рвать краснокнижные цветы не очень как красотища просто не описать невероятно ароматный лес цветущий цветущий июньский лес просто не передать через камеру эти ароматы ночью тем более прошел дождик прошел дождик и прям такой свежий насыщенный лесной аромат это здорово а 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 и и и что-то показалось какой-то звук был наверно бутыль с водой об ногу так заскрипела товарищи немного ушли вперед я отстал но я маленько поснимал зато красоты и пение птиц надеюсь будет слышно на камеру а он и товарищи впереди идут подымаемся в небольшую горочку небольшой подъем не шибко крутой но довольно протяжно одышка и под на лице неотъемлемая его часть этого подъема чистая самое главное константин как тебе после больниц операции всех которые перенес вообще благодать не смотрю ты чешешь неплохо ну в плане не языком языком понятно что всех я в плане того что ногами неплохо чешешь ну да тренировался каждый день ходил а вот слышал звук сейчас вот это а это похоже на самолет а но это самолет но самолет блин а я другой какой-то звук слышал инди что-то это кукушка только что куковала многие утверждают что она в июне начинает куковать нифига она у нас чуть ли не в апреле в апреле я слышал в этом году кукушку поэтому вот так вот дятлы говорят только весной этот дробь выбивают он ходили в минус 25 зимой серега был по моему француз ходили тоже маленько в тайгу прогуляться зимой долбит дроби эти перестукиваются догнали товарища нашего маленько передохнули со старичком тут вспомнили что это самое один старый дед рассказывал что тут какая-то пещера ужасно люди даже пропадали бывает в этих местах слышал слышал отчет улыбаешься типа это смешно по-твоему смешно достаточно загадочно просто я так понимаю мы идем примерно в тот район с ночевкой да да пойдем рожа хитрая у него все таки вот по такой красоте двигаемся какие-то долины там уже он виднеется надеюсь сейчас дойдем до конца этого хребта может быть день там расположимся да потом пойдем на поиски пещер опять он лиственницу шикарную нашел под лиственницы после пожаров всегда можно найти вот такую замечательную вещь вот она это не смола как называют еще у нас простонародье сера это называется к меди очень полезная штука и очень хорошо влияет на восстановление печени вот у нас печень как известно чуть ли не единственный орган который помимо кожи кожу тоже орган но печень по крайней мере немного но восстанавливается сама вот именно вот этот продукт для этого очень неплохо способствует вот редкая штука если видите набирайте немного домой разводится она в прохладной воде что-то несколько часов дней настаивается в прохладном темном месте и потом вот эту ну пропорции почитайте уже сами я как говорится медицинский их какой-нибудь знахарский блин университет не заканчивал поэтому маленько по другому профиль работы но что знаю тем делюсь берите на вооружение можете почитать инфы правда немного но найти можно при желание счетом и уже до конца до конца этого дошли у нас александр куда-то подевался чуть его не видать вся посмотрим что там его не видно сурочку нашего что какие-то проплешины вы тут убит вот вот нашли суру вот он так ну чё товарищи перекусим маленькой как вы на это смотрите вполне себе так счет хлебушек колбаска пряники я так понабросал все это схватил все просто не сказали ничего не брать у нас все есть поэтому так это костыль чего сюда поставил посох блин стричковский посох хранил его всю зиму пока он по больницам там прохлаждался небольшой перекус у нас вот в этом местечке место такое прикольное уловное место костер не ждем особо противопожарный режим нынче вот хотя я бы уши цубы сейчас на костре бы поел бы уху с костра как на сплаве шура у нас любит готовить но шура тут какую-то можно да можно какой-то рыбой куда в этот раз не галец да нет горбуши до цвета горбуши китая одна сатана и гукушка прилетела кричок тут константин наварил какой-то этой то есть ты в итоге и курить не стал решил заварить александр орешки все грызем так что товарищи давайте наверно возьмем рацию на судах но возьми рацию мы сейчас короче на разведку входим с пойдем с ребятками на разведку посмотрим где находится пещера дай бог что она находится в этой стороне они где-то еще покруче потому что там хоть и заросло но какую-то видно в общем про топочку поэтому вот шмотки пока оставляем здесь единственный телефон наверно возьму на всякий пожарный вот ладно отправимся сейчас вниз сначала ну что-то судя по всему где-то здесь наверно потому что значит товарищи константин с александром пошли там чуть правее я спускаю здесь чуть левее от них ну чуть лифтом их чего-то не видать стала сейчас мы по рации попробуем связаться прием прием как слышно вы где что-нибудь видно там похоже на пещеру понял понял тебя я пока тоже ничего не вижу но у меня тут явно натоптано куда-то еще вниз константин ну я тут нашел в общем это тут одна только протоптанная троп какой как ее видно зарос но видно маленько и больше троп нету я думаю стоит идти в эту сторону больше нету тут дорог прием так нет я сейчас поднимаюсь и все и собираемся смотки собираем и идем уже сюда в сторону пещеры подходим к лагеря ребяток догнал и чё-то там чё-то там костер дымит мне кажется ого пришел что ли кто-то чё там ни хера себе костер горит ты что ли сварил ни хера себя чё в кострюле то это пустая ни хера уют кто уху заказывал ты же хотел вот консервами пахнет ни хера прикол на он они консерву в костре вы чё меня разыграть хотите или не с тобой будет с тобой были но уюты ничего типа можно уху поесть нам готовить ничего не надо к ней можно пожрать и пойти в пещеру самые смелые ребята готовые спробы главно полная с горкой все как я люблю очень интересно дурманчик а то то ты думал то ну сейчас у меня пока сюда шли он звуки разные это казались блин он может и не казались удалось кто-то сварил там рыбки не жалей если она там есть из рыбы хоть все было вкусно подтвердите не обманываю очень 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 было вкусно спасибо огромное кто приготовил на чаще бы так да если кто-то из подписчиков огромный привет благодарность на приходите еще готовить ну вот так так пускай главное чтобы на связи были а то мало ли какая там пещера мышь не знаю муж там 10 километров до позже включим еще там возле пещеры ну что товарищи отправляемся пещеру наш посмотрим так как мы тут ходили то ну все как мы тут разведали пещера должна быть где-то вон там внизу вот она пещерка точнее вход в не вас конечно на границе видишь сырость а здесь тепло и поэтому будет власть вот такой дым все хочет он туда он лезть надо будет да конечно вот такое тут логово между прочим костровище тоже кто-то тут сделал да мало ли чё там может быть у нас рации так секундочку ладно все готовимся чё фонари надеваем да все у нас за фонари нынче мусор и какой-то они все китайские хорошие не очень все видящие око так чё на всякий случай берем несколько фонарей у нас свой новый испеченный в убан h1 капитальная вещь уже тестирую потихонечку и буду в общем я их потихонечку испытывать вот так скажем аналог или копия не знаю как его назвать моего night core hc65 с такими же точно функции с таким же управлением но и с таким же качеством с такой же гарантии длительный поэтому ну испытываю все в поисках хорошего фонаря любимого поэтому сегодня им буду светить и сейчас на минутную готовность и полезем полезем в эту дичь готова товарищ я уже как не на старых жалеть на молодых пердящих ну давай это чем туда надо лезть можно я не пойду с вами жопу страны так включаем свет давно так включили свет какой-никакой так ну что с бога в товарищи о ой кого там кого там пнул ни хера чу туда ползти но он не поминайте ли ёпты сыр это как сейчас кепку поправить вот дорогие товарищи ну что никто ничего не слышал причем звук такой же как мы там шли сейчас секунду сурочка что капает о как туда ползем ну наверно можно потихоньку вроде нормально бог аксус начинает прикол взорова нет никого но ползем потихоньку да я маленько пролез ребятки тоже лезут в общем продолжаем ползти и судя по всему вот в какой-то мы зал грот зал комната грот вроде как и доползли так ну камера доползла фу на 8 звуки какие то о как товарищ да хорошая тут температура уход так чем медведей у нас нету еще ярче окажется включается это хорошо дальше подвинуть куда-то пошла туда не полезен да да по всей видимости тут просто это сейчас старичок позже хочу показать какой тут подъем например вот они лезут они чего ниши тут француз пошел далеко пошла комната комната страх без буквы с а это это от вулкана да ну или чё тут горные породы которые подвержены воды водой разрушение идет это было миллионы лет то есть это кальций скорее всего а вот пустите наверное капли воды это вот идет очков процесс ее образования муглен старший научный сотрудник с нами петроглифы тут есть петроглиф да так у меня фонарик то интересно ярче делается фигушки фигушки с маслом но у меня ярче делается вот этот фонарик сейчас мы включим чтоб все было видно но какой фонарик вот так будет светить говорят что-то на 300 метров он светит там парни ушли туда подальше он уже просто мне тут что-то это посмотреть показалось что-то там он внизу оттуда мы поднялись получается но снизу откуда-то здорово-здорово-здорово-весьма здорово мышей летучих не видать уюты вы там где у он что потерял ну вот этот у меня армитековский вот кто так да кто там ковыряется он тут изучает наверно здесь кто остался в живых ну вот и 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 по и и и и и и и он один я как понимаю пойдем нам все равно там выходить пошли все конечно куда еще у тебя это и стрелялка тут далеко твоя не рядом с собой он первый идет вообще муж камень просто упал как просто звук не как камень был а вот это тоже до сверху о нифига откололась так в любой момент может еще откололся ну-ка чё там у нас произошло с этой горы скатываться вы где ёмали учет замолчали нет вроде ничего такого нету есть дух этот дух пещеры сказал идите с миром ну чё спускайтесь давайте вы чё ж ты ни хера себе так короче вылазим ну нафиг так давайте я туда вас подстрахую задницу вылазьте я замыкающий пошел старый пещеру сваливаем так решил по-другому не как здесь ладно я там чё так поеду а чё ты не лицом то давай-ка поживее а то у меня одного заставили нафиг 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 да 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 пацаны сваливаем обратно а то там что-то происходит странно все сваливаем так чё-то шура я там выхода не вижу да 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 все сейчас пойдем пойдем чайку хлебнем может быть подъем водички чего-то у нас ну чё-то это не вижу где там выход отчетов чего выход не было чё темно то так время не получительно мы сколько там про вылез а где шмотки мы нету не понял чё темно-то на ночь наступила какая нужна время 20-го часа дня не понял еще за фигня старичок ну солнечное затмение чуть-чуть не из поднятия назад назад это там еще есть выход все все лезем так чё пацаны куда пойдем да там что-то тут стоял кто-то а чё старичок-то ты будешь это я пошел туда и посмотри что старичок как-то ёптай все нахрен да все сваливаем все нахрен там чё-то серьезно может пойдешь посмотришь давай ты меня подождешь старичок ё-моё шура француз француз там короче кто то есть туда залез шура ты живой шура ты то как тут блин есть кто-нибудь выход часа сура поржи поищу выход ход завалим сейчас шура шура вход завалим здесь сверху есть здесь вас есть но я там не залезу ну нахрен что я говорю вот наконец и поймал я тебя чтобы поблагодарить тебя за твой прекрасный коврик а то все с друзьями ходишь вот спасибо тебе за отличный коврик сберег мою спину а то в этих пещерах спать вообще невозможно я хочу все ради этого чтобы поблагодарить конечно только ради того что что Продолжение следует... 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 Продолжение следует...